книга открытым оком тема русская православная церковь вопрос 2243 том 9 говорят что митрополит виталий добровольно ушедший на покой по старости в том раскаялся и снова пожелал царствовать могло ли такое быть отвечает игнатий тихонович лапкин не только человек но и бог раскаивается что события пошли таким путем бытие 66 и раскаялся господь что создал человека на земле и его скорбел в сердце своем 1 царств 15 35 и более не видался самуил саулом до дня смерти своей но печалился самуил о сауле потому что господь раскаялся что воцарил саула над израилем но о человеке библия говорит экклесиас 5 1 не торопись языком твоим и сердце твое да не спешит произнести слово пред богом потому что бог на небе а ты на земле поэтому слова твои да будут немногие митрополит виталий ушел на покой добровольно после молитвы и в присутствии чудотворной иконы как они любят говорить то есть он уже был связан не человеческой подписью а словом перед богом и пред совестью и пред своими сотоварищами по борьбе за недуховность никак и ни в коем случае он не должен был нарушать свое слово тем более подпись а теперь уже и не призовешь его покаянию им подписывают им манипулируют и все в по тьмах все ушло не по тому руслу цитата чрезвычайное заявление свято преображенский скид рпцз мансон виль канада в связи с трагическим развитием противо церковных событий в последние дни считаю своим архипастерским долгом заявить что я категорически осуждаю следующие действия нынешних участников разбойничьего собора на котором я отказался присутствовать по причине нераскаянности тех архиереев которые почтили взять новый курс на сближение с лжецерковью московской патриархии и евхаристическое общение с экуменистами первое противозаконная узурпация церковной власти неправославно мыслящими архиереями второе бессознательное и греховное обвинение меня в цитата поддержки раскольников я никому не позволю называть раскольниками и бунтовщиками верных и преданных пастырей и посом их нашей святой православной зарубежной церкви третье содержание меня под домашним арестом с представлением стражника наблюдателя сведомо и в кавычках благословения злобно настроенных против меня архиереев четвертое насильственное и коварное в тайне от меня выдворение из синодального дома моего личного секретаря то есть фактически лишение меня восстановительно профилактического ухода который особенно требуется мне после моей травмы руки боль от которой становится весьма тяжелой с прекращением этого лечения пятое неблагодарно алчное вынуждение у меня подписи для переписи записанного на меня имущества к тому же непозволительно повышенным и требовательным тоном желая предотвратить пагубные последствия не канонические действий не раскаянного в кавычках собора направленных на любые формы диалога или слияния с экуменическим или так называемым вселенским православием видя нежелание со стороны большинства архиереев умереть и успокоить небывалое смущение среди наших священнослужителей и пастуй и также учитывая просьбы некоторых преосвященных и многочисленных чат зарубежной церкви я со всей ответственностью заявляю что снимаю в согласии с параграфом 34 положение о рпцз свою подпись о своем добровольном уходе на покой и передачи моих полномочий архиепископу лавру имя мое должно по-прежнему возноситься на богослужениях во всех храмах рпцз в случае непредвиденных обстоятельств временно нести полномочия заместителя перво иерарха рпцз впредь до избрания нового первосвятителя зарубежной церкви сохранившими верность православной вере архиереями завещается епископу канскому варнаве еще и еще раз призываю к покаянию оступившихся в вере архиереев а всех верных архипастыри пастырей и боголюбивых чат истинной церкви христовой к непоколебимому стоянию в истине и единомысленному и единодушному объединению против закосневающих сынов противления непрестанно вознося горячо молитвы к господу нашему иисусу христу и спрашивая у него милости и помощи да благословит всех нас господь бог молитвами при чистой его матери пресвятая богородицы и поможет нам своей благодатью противостать и лжи неоправданному насилию и отступлению 14 по новому стилю 27 октября 2001 года оратору подмостки смастерите трибун глашатой виден должен быть толпа безликая выплескивает крики от головы решения ждут не от копыт ждут благовестия отнюдь не из подвала но с крыши с минорета зычный глаз растиражируйте послание от павла переменилась во вселенной власть летящий ангел виден и слепым благовествует с книгой улетящий бог пролагает путь по небу для светил не прячь талантов в монастырский ящик закупорились стоны по пустыням нет проповедников а воскресенье чудо толпа дрожит голодная и стынет и кафедра не строится покуда глашатаев евангельского слова на крышах нет но там иные хари и в рупор и в эфир не весть от иеговы а из преисподней от выпаренных партий не сказано чтоб тайное таили не раскрывая уст не разгибая книг не пискарем спасайся зарываясь выли ливанский кедр дан в образ а не пни распро распространить расширить благовестия считая практику монашества порочной свидетель иеговы нет выше этой чести и курсы проповедников открыть повсюду срочно над лесом колонча хранящим от пожаров для колокольни места повыше и видней здесь курсы звонарей для молодых и старых как из скотины мертвой творить живых людей библию возвысти не ради злой корысти лжеправославие отвергнете с презрением жар проповеди души раскаявшихся чистит возвысит пред иисусом стоящих на коленях 12 июня 2004 год Игнатий Лапкин библию